Шалаш Шалаш Ла-ля-ля-ля-ля-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Заповедь «Арба Амином» призывает нас улучшить взаимоотношения с окружающими людьми. В праздник Суккот у нас принято соединять четыре вида растений вместе и поднимать их вверх, впускать вниз, вправо, влево, вперед, назад. Таким образом, мы говорим, что Всевышний находится везде. Мы посвящаем эти четыре вида растений Всевышнему. Кроме того, наши мудрецы говорят, что каждый из этих четырех растений символизирует евреев. Есть Итрог, это евреи, которые и соблюдают Тору, и делают добрые дела. Есть Лулав, это евреи, которые учат Тору, но не успевают, видимо, делать хорошие дела. Есть Миртовое дерево, это Адас, евреи, которые делают добрые дела, но не учат Тору. И, наконец, это Арава, у него нет этого растения, нет ни вкуса, ни запаха. Это евреи, которые ничего не делают, ни Тору не учат, ни добрые дела не делают. Но в Суккот мы должны быть все вместе. Написано в Талмуде, в трактате с Ангедрием, что все евреи ответственны друг за другом. Это основная идея Суккот. Мы должны помнить, несмотря на отличия, мы должны быть все вместе, что мы единый народ, об этом нужно помнить. Для многих первоклассников этот Суккот стал первым, поэтому учителя постарались сделать его особенным. Ребят возили в синагогу, где в самом настоящем молильном зале рассказали о традициях праздника, а потом пригласили в Суку на чай с угощениями. Завершается Суккот праздником Симхат Тора, на котором заканчивается чтение Торы, и после свиток читают сначала. Сюжет подготовили Вариш Халеева Марта Макарова.